Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разработанный Минэкономразвития при участии Росреестром, который получил народное название «Гаражная амнистия». Сейчас вопрос, как оформить гараж и землю под ним, в собственность ставит в тупик многих владельцев. Часто данная процедура связана с обращением в судебные органы, потому что нет достаточного комплекта документов, чтобы подтвердить законность предоставления земли и возведенного гаража. По предварительным данным Росреестра, количество неоформленных гаражей по всей стране превышает полтора миллиона. Закон о гаражной амнистии должен дать гражданам возможность оформить право собственности на их гаражи и земельные участки под ними. Если президент подпишет документ, он вступит в силу уже с первого сентября. Обратиться один раз в орган местного самоуправления с заявлением об оформлении принадлежащего им гаража и земельного участка под ним. Все это делается одним обращением через МФЦ в орган местного самоуправления. Перечень документов, он минимальный, то есть нужно предоставить любой имеющийся документ, подтверждающий законность владения данным гаражом. По словам Константина Минина, это может быть как справка о распределении гаражей в гаражно-строительном кооперативе, либо документы, подтверждающие подключение к инженерным коммуникациям или об оплате коммунальных услуг. Тем, кто захочет воспользоваться льготой, необходимо помнить, что для оформления собственности им потребуется помощь кадастрового инженера. Технический план на гараж, если мы говорим об объекте капитального строительства, и межевой план на земельный участок, если идет речь о предоставлении бесплатно гражданина в собственное земельное участок под его капитальным гаражом. Соответственно, именно эти документы кадастры-инженер готовят. В законопроекте предусмотрено, что региональные власти и муниципалитеты наделяются полномочиями по обеспечению кадастровых работ по объектам, попадающим под гаражную амнистию. Это позволит снизить финансовую нагрузку на самих владельцев гаражей. Само предоставление земельного участка под гаражом будет бесплатным. Законопроектом предполагается, что подача заявлений в адрес органа регистрации, прав о постановке на кадастровый учет земельного участка и гаража, а также о регистрации прав граждан на эти объекты, будет обеспечено органами местного самоуправления в электронном виде в адрес органа регистрации прав. То есть заявитель не будет вынужден еще какие-то заявления подавать. Все эти заявления подаст в Росреестр соответствующий муниципалитет. Законопроектом предусмотрено сокращение сроков процедуры. На оформление всех документов у органов местного самоуправления будет 20 рабочих дней. Не всем владельцам гаражей удастся воспользоваться новой льготой. Она будет применима к капитальным, одноэтажным постройкам без жилых помещений внутри, возведенным до 2004 года, а также распространит свое действие на металлические гаражи, которые сварены одной общей стеной и имеют общие коммуникации. Вячеслав Иванович с позитивом воспринял новый законопроект и твердо заявил о намерении заняться оформлением собственности. Документов никаких нету, только как типа расписки, что я заплатил деньги за него и купил. Расписки не оформлены нигде. Коммунальные услуги вы оплачиваете? Ну конечно, а как же там кто даст свет? От завода подключен и платим на завод. Счетчик нагорает наряд, я плачу. Офравлять будете землю, оформлять будете гараж? Если получится, возможно, будем, конечно. Однако его сосед, напротив, отнесся к законопроекту без энтузиазма. Сказал, что его устраивает неузаконенная постройка. Гараж находится в таком месте, что, ну скажем, он непрестижный промышленный район. И интерес, ну так вот, если даже продать его, небольшой. Налог, ведут налог. Какой будет, как он будет в дальнейшем развиваться? Меньше-то не станет наверняка. Ну а, в общем, ситуация непонятная. Я бы вот, я бы сдержался бы от оформления. В любом случае, воспользоваться возможностью можно до 2026 года. Так что у Алексея еще будет время подумать. Относительно ракушек и некапитальных металлических гаражей, законопроектом предусмотрено их размещение на основании, утвержденной муниципалитетом схемы, без предоставления земельного участка и за установленную плату. При этом региональные власти могут определить категории льготников, которые вправе использовать землю для некапитальных гаражей бесплатно.